Ивановские полицейские вернулись из служебной командировки. Полгода стражи порядка работали в Северокавказском регионе. В четверг сводный отряд торжественно встретили в Главном управлении МВД области. Долгие шесть месяцев и расстояние более двух тысяч километров мы понимали, что вы выполняли серьезные ответственные задачи. И сегодня вы в новой родной земле после долгой командировки. И я, наверное, скажу одно, что мы очень рады. Я поздравляю, что вернулись без потерь. Командиру отдельное слово благодарности, потому что мы крайние месяцы еженедельно общались. Я слышал доклады по результатам работы. И сама для меня была приятная новость, что никаких ЧП не было допущено, и все ребята были живы и здоровы. Задачи, поставленные перед ивановскими полицейскими в республике Ингушетия, где они дислоцировались, это охрана порядка, помощь коллегам в раскрытии преступлений. Было непросто. Полгода в чужом регионе, вдали от семей. Зато теперь по возвращении, рассказывают полицейские, и есть поводы для гордости. При участии сотрудников оперативной группы было раскрыто 94 преступления, осуществились выезда в составе следственной оперативной группе на места происшествий, на территории Назарановского района. Сотрудники принимали участие в четырех массовых мероприятиях с массовым пребыванием граждан. Также с участием сотрудников Ивановской полиции проведено 41 обысковое мероприятие. Из гражданского оборота изъято 1313 единиц огнестрельного оружия, 1288 единиц боеприпасов, две ручные гранаты и почти 300 грамм наркотических средств. То, что помогало полицейским вдали от дома и мотивировало, наверное, не меньше, чем служебный долг их семьи. Конечно, тяжело сотрудникам находиться вдали от родины. Все-таки полгода – это большой срок. Но мы стойко выдержали это испытание. Кто вас встречал? Естественно, нас встречали все наши родные. Меня лично устрепляла моя супруга, за что я ей благодарен. 18 полицейских, отличившихся при исполнении служебного долга на Северном Кавказе, удостоены ведомственных наград и благодарностей. И, конечно, после долгой командировки каждый из сотрудников получит небольшое поощрение, внеплановый отпуск, чтобы отдохнуть и больше времени провести с родными и близкими людьми, которые их, наконец, дождались. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.